Судя по нашей истории последних трех лет, при первых встречах больше клубов, к началу чемпионата их оказывается меньше. Я надеюсь, что это необязательная такая система. Надеюсь, на первом собрании высказали устные соглашения 10 клубов. Будет ли оно подтверждено письменно на следующем собрании, которое будет в начале июля, было бы хорошо, чтобы оно продлилось вплоть до конца чемпионата. Я вчера видел представителя Донецкого хоккея, он представлял Дружковку. И он говорит, у них там традиции устоявшиеся, и за последние несколько лет, особенно с построением нового катка по программе развития хоккея Украины, у них там детская школа работает, и он даже без каких сомнений говорит, на наш хоккей будут ходить полные стадионы. То есть стадионы, это так можно сравнить, скорее всего, с Белой церковью, когда в прошлом году на каждый матч приходили полные 500 или 700 зрителей. И он такой, без всяких сомнений, это сказал. Насколько я слышал, Дружба не сможет остановиться к началу чемпионата, но у них там есть еще в Донецке еще два катка, на которых проводятся типичные эти катки, там и Алмаз, и помню, как еще называется, то есть у них там есть где играть. Следующая встреча будет назначена, вроде бы, начало сказано 30 июня, но это вроде бы праздник у нас, то есть перенос дня Конституции с субботы на понедельник. Значит, запланировано на 1 июля. Что к нему? Ну, во-первых, от команд должно быть прийти конкретное решение, скорее всего, письменное, в этот день должно состояться. А от нас же, от лиги, надо им, команда, передать более-менее такие очертания чемпионата. То есть, ну, если с расчетом 10 команд, сколько игр, сколько кругов, когда начало. Витископ. Спортивное видео.